Тема – туберкулез. Туберкулез – хроническое инфекционное заболевание, для которого характерно наличие воспалительных изменений в различных органах, чаще всего подвержены изменениям легкие. Возбудитель заболевания. Болезнь развивается после инфицирования организма человека туберкулезной палочкой Коха. Данный микроорганизм устойчив к влиянию внешней среды высоким и низким температурам. Главным источником туберкулезной инфекции является больной открытой формой заболевания. Основной путь инфицирования – воздушно-капельный. Реже регистрируется прямой и трансплацентарный путь передачи инфекции. Среди факторов, способствующих развитию заболевания, выделяют следующее. Табакокурение, алкоголизм, наркомания, наличие хронических воспалительных процессов в органах дыхания и других органах. Эндокринные заболевания, несбалансированное питание, низкая стрессоустойчивость, период беременности, неблагоприятные социально-бытовые условия. Симптомы. В начале заболевания симптомы отсутствуют. Выделяют первичную стадию, на которой преимущественно происходит размножение патогенных бактерий. После первичной наступает латентная или скрытая стадия заболевания, на которой может наблюдаться следующая симптоматика. Общее ухудшение самочувствия, раздражительность, немотивированная потеря массы тела, избыточная потливость в ночное время. Латентная форма может переходить в стадию активного заболевания, которая опасна для окружающих. Активная стадия туберкулеза характеризуется длительным, более трех недель, влажным кашлем, наличие включений крови в мокроте, немотивированной потерей веса, повышенной утомляемостью, общим ухудшением самочувствия, слабостью, раздражительностью, снижением аппетита, ухудшением работоспособности. Нередко на данной стадии заболевания курящие люди принимают данный симптом за проявление кашля курильщика. При более агрессивных темпах развития заболевания клиническая картина может дополняться следующими симптомами. Повышение температуры тела до 39 градусов Цельсия, болевые ощущения в области грудной клетки, болезненность во время кашля, кашель сухой, дыхание жесткое. Больных на активной стадии туберкулеза госпитализируют в Республиканский научно-практический центр пульмонологии и эфтезиатрии, где проводится лечение до прекращения бактериовыделения. Далее их переводят на амбулаторное лечение. В палочках Коха способна поражать не только ткани легких, но и размножаться и вызывать воспалительные процессы в иных органах. При такой локализации говорят о нелегочном типе заболевания. Симптомы заболевания зависят от локализации бактерий в пораженном органе. При локализации воспалительного процесса в головном мозге заболевание проявляется в повышении температуры тела, нарушениях функций нервной системы, увеличении затылочных и шейных мышц. При разгибании ног, наклоне головы к грудной клетке характерен болевой синдром в области спины. Туберкулезное поражение органов пищеварительной системы выражается в нарушениях дефекации и ощущениях вздутия, болевым симптомом в области кишечника, наличием крови в калию, повышением температуры тела до 40 градусов Цельсия. Туберкулезной палочкой поражаются органы мочеводелительной и половой систем. Клиническая картина сопровождается повышением температуры, болезненным мочеиспусканием, болевым синдромом в поясничной области. Туберкулезное поражение кожи выражается в виде кожной сыпи, впоследствии образующей плотные узелковые образования. Уход за больными включает в себя гигиенический режим, диету Т. Широко используется санаторно-курортное лечение. Больной туберкулезом требует к себе особого внимания. Необходимо разъяснять больному и его родственникам, что туберкулез излечим, и многое зависит от самого больного. От выполнения им режима, своевременного приема лекарственных средств, отказа от курения и употребления алкоголя. Важное значение в уходе за больным имеет обеззараживание его биологических выделений, предметов повседневного обихода, влажная уборка с добавлением дезинфицирующих средств. Профилактика. Развитие болезни зависит от уровня иммунитета, поэтому основной профилактикой является ведение здорового образа жизни. Вакцинация детей против туберкулеза, регулярные пробы и тесты, позволяющие выявить заболевания на ранних стадиях, просветительная работа с населением. Для самостоятельного изучения учебного материала обратитесь к учебному пособию параграф 54 стр. 221-224.